В последнее время Этери Георгиевна Тутберидзе нечасто откровенничает с журналистами. Основные ее высказывания можно найти в годы появления на мировой арене Юлии Лепницкой и Евгении Медведевой. Тогда Тутберидзе была более открыта для людей. Ей казалось, что она может донести до критиков свои мысли и чувства, рассказать в чем секрет триумфа ее фигуристов. Приведу некоторые отрывки из ее интервью. Я постоянно пытаюсь понять, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы бороться за пьедестал. И прихожу к выводу, что это целый комплекс составляющих, и вид у него должен быть соответствующий, и определенным набором прыжков надо владеть. Причем каждый из этих прыжков по заходу и выходу должен быть индивидуальным. Спортсмен не должен быть как все. В нем обязательно нужно найти что-то особенное, чтобы человек выходил на лед, и все понимали, так катается только он. Мне ничего не остается, кроме как работать с тем материалом, что есть, и пытаться создать свой продукт. Слова материал и продукт может вам не понравиться, но это так и есть. Даже Женя Медведева это продукт нашей фабрики. Я не знаю, что такое характер победителя и как его выковать. Все это лирика. У спортсмена просто должен быть характер. Он поставил цель и должен к ней прийти. Независимо от того, болит у него что-то, устал, страшно. Без мотивации выдержать все это невозможно. А мотивация тут бывает только одна – не видеть себя вне льда. Вот, например, я не представляю себя ни в офисе, ни в магазине. И у них так должно быть. Родители должны обеспечить сыну или дочери отдых, встретить дома или, может быть, у метро, накормить, уложить спать, сделать так, чтобы ребенок чувствовал поддержку, чтобы он утром встал не в тот момент, когда родители еще спят, а когда уже готов завтрак. Родители должны спрашивать у ребенка, как идут тренировки, а может быть и приезжать иногда на каток. Да, это сложно, но это такой вид спорта. Если ребенок выигрывает медаль, родителям нельзя начинать думать, ну все, теперь дальше он сам. Не будет ничего он делать сам. Спортсмен должен отражаться таким рикошетом от тренера к родителям, от родителей к тренеру. Получается как раз тот самый коридор, в котором спортсмен находится и не может найти оттуда лазейку наружу. Человек ведь всегда ищет, где проще. Это совершенно нормально. И как только родители начнут спортсмена жалеть, он сразу и уйдет туда, где жалеют. Не надо этого делать. Став тренером, я всегда даю спортсмену шанс вернуться. Меня часто спрашивают, зачем? Наверное, потому что в свое время меня никто не убедил изменить решение. И это боль не реализованности осталось. Что касается канадцев и американцев, там они совершенно другие. За фигурное катание там платит сам спортсмен. Более того, очень часто он на него и зарабатывает. И понимает, что каждая минута на льду стоит денег. И ценит эту минуту. А как сделать, чтобы наши спортсмены начали свое время ценить, если у них этот лед просто есть и все? Они выходят, 5 минут чехлы с коньков снимают, 10 минут сморкаются, потом шнурки перевязывают. Потому что для них время не деньги. Пресса пишет про моих фигуристок. Роботы. Ну какие они роботы? Девочки весом меньше 45 килограмм. Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до 18 лет. Но тогда начнется регресс. Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя. Я, да, ругаюсь. Потому что заставляю спортсмена через не хочу выполнить то, что он должен. Вот и все. Веду себя как обычный родитель, который обязан воспитывать и следить за образованием своего ребенка. Только потому, что он его любит. Если перестанет следить, вот это уже будет не любовь. Понятно, что за ребенком следить тяжело. Особенно, если он пытается куда-то постоянно улизнуть. Тренеру тоже нелегко. Потому что каждый спортсмен так или иначе пытается найти простые пути и не выполнить какое-то задание. Значит, приходится с ним разговаривать, ругаться, еще какие-то методы искать. Я тренируюсь с иронией. И даже если говорю что-то обидное, то это через шутку. Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело. А те, кто приходят на тренировку в первый раз и не замыкаются, шутят, вот это мои ребята. Конечно, куда проще не ставить девочек на весы в переходном возрасте, не отбирать у них еду, не заставлять бегать кроссы. Конечно, ребенку обидно, и он очень часто ищет, кому пожаловаться. Здесь очень важно, какую позицию занимают родители. Именно они должны объяснять ребенку, что все, что делает тренер, он делает все во благо. И должны понимать, раз уж пришли в такой тяжелый вид спорта, то, наверное, пришли не просто так, а за результатом. А раз так, надо уметь терпеть. Не все ведь понимают, что если наставник кричит, значит любит. Значит, он видит в тебе что-то такое, чего нет в других спортсменах. Я сама в своей спортивной жизни проходила через такие ситуации. Ловила каждый взгляд, а мне делали одно замечание в неделю. Вот это действительно страшно. Желаем Этери Тутберице и ее штабу терпения и здоровья. И только добрых и умных людей на жизненном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин